Местные советы в Беларуси по праву считаются одним из столпов, на которых строится вся общественная жизнь. Ведь важнейшее направление их работы – взаимодействие с населением. Понятно, что абсолютно все проблемы депутаты в одночасье не решат, но в любом случае именно на местном уровне можно постараться сделать жизнь каждого человека максимально комфортной. О работе местных советов Могилевской области, об опыте решения проблем и инициативе, делах больших и малых, ответственности и конкретных людях. Программа «Обратная связь». У Мстиславского района богатейшая история. Райцентр – один из древнейших городов Беларуси. Недаром его называют «белорусским Суздалем». Восстановление памятников культуры и архитектуры – одно из приоритетных направлений деятельности района. В будущем эти капиталовложения вернутся старицею. Ведь поток туристов здесь с каждым годом растет. Ни в одном районе Могилевской области нет столько церквей, как в Мстиславском. Двадцать шесть. И все старинные. По дороге из Могилева к Мстиславлю нас встречает уникальный памятник архитектуры 17 века – Свято-Вознесенская церковь в агрогородке Мазлова. Она недавно открыла свои двери прихожанам и туристам. На реставрацию направлялись деньги не только из бюджета. «Спасибо огромным людям, прохожанам. Собрали, ходили мы по дворам. Нам все безотказно давали деньги. Проседатель помогает колхозу, помогает сельский совет. Спасибо всем людям». Это все, что в свое время осталось у джинского монастыря. Храм начали восстанавливать еще лет 30 назад. Но работы тогда велись очень медленно. Вот так эта церковь выглядела еще пару лет назад. «После революции монастырь этот закрыли. И после Великой Отечественной войны здесь шел забор каменный большой. Люди, ну, строиматериала не хватало. И они как бы все эти кирпичи, блоки разбирали, ну, и себе на это, на постройку. Затем в этой церкви сделали склад, ну, вот так вот. И начали восстанавливать с 1982 года». «Начиная вот с 2004 года, здесь же не было ни окон, ни дверей. Значит, окна, двери, а штукатурено здание. В этом году, в 2014-2015 году, покрашено. То есть работа такая проводится довольно-таки большая. Являюсь еще и директором фонда, местного благотворительного фонда, по возрождению Святой Вознесенской церкви. Поэтому здесь работа проводится еще и по привлечению граждан, организаций для средств для восстановления этой церкви». Во время республиканского субботника возле церкви заложили парк. А еще здесь пытаются найти подземный ход. Это будет привлекательный объект для туристов. Вокруг церкви система родников. Самые мощные из них сейчас благоустраивают. К нему никогда не зарастала народная тропа. Вода здесь не просто чистая, а целебная, верят и жители. Поэтому рядом сооружают купель. «Принимают участие и наши жители, и, конечно, большую помощь оказывают организации. И хочу сказать, что, конечно, одни депутаты, мы без председателя СПК нашего, и без районной власти, мы бы это не смогли сделать. Тут и экскаватор привлекали, и плиты провозили. То есть, как бы наша идея, ну а помощь оказывают, можно сказать, всем районам мы тут все это делаем. Но и наши люди тоже принимают активное участие в этом деле. Потому что то, что они сделают своими руками, человек уже после этого, ну, как бы не будет он ничем заниматься, будет он начать забережно». Недавно осветили Святопокровскую церковь и в деревне Бастеновичи. Это единственный на Мстиславщине деревянный храм, построен в 19 веке. При сравнительно небольших размерах он создает впечатление монументальности. «Здесь мать моя ходила сюда, здесь были липы в два ряда посажены, колокола здесь были. И в иконах было таких, что старые иконы были. Все потом его забросили». А кстати, древние иконы из этого храма сейчас хранятся в Национальном художественном музее Беларуси. А нынешнее убранство – пожертвование прихожан. «Старинная церковь, да, это даже 1800, она кажется, ну, так, по слухам, в 1830 году наоснована эта церковь. Ну, а потом она уже вышла из строя, закрыли ее. И в 2010 году, в июле месяце, мы собрали собрание по просьбе прихожан, мы собрали. И мы стали работать, стали ездить, стали делать субботники, вычистили тут и все. Все вот тут, вот где наша, это, притворная, все погнило, все развалилось, все повычистили тут и все. Ну, и стали фундамент делать и стали работать». К сожалению, финансовой помощи, да, мы не можем оказать, но поддержать, где-то поехать, какое-то замолвить слово, чтобы люди оказали какую-то финансовую поддержку, где-то добрым словом, то есть организовать вот этих всех людей, населения, старость для того, чтобы внутри, ну, как вы видели уже, да, преобразить ее, навести порядок кругом возле церкви, то есть привлечь ближайшие учреждения образования для того, чтобы, ну, в церкви был какой-то более-менее порядок. Храмы Мстиславля, особенно кармелитский костел, привлекают туристов из многих стран мира. Кармелиты Мстиславля появились в 17 веке. По словам историков, в то время они многое сделали для социально-экономического развития города. О величии этого католического ордена напоминает здание в стиле барокко. Интересен тем костел, что здесь деревянный алтарь. Он сделан из дерева, и уже на несколько веков он вот сохранился, и он ценен для нашего костела. А еще на стенах сохранились уникальные фрески. В медальонах изображены спонсоры костела, а за строительными лесами просматриваются ценные сюжеты. В основном фрески в костелах на религиозную тематику, а вот в костеле Мстиславля фрески на светскую тематику. Одна фреска посвящена взятию войсками княжа Трубецкого Мстиславля, и вторая фреска – убийство священников. Вот они расположены слева и справа. Именно из-за батальной сцены времен русско-польской войны, когда войска Трубецкого высекли половину жителей Мстиславля, в 20 веке костел хотели взорвать, чтобы в большом советском государстве роспись не стала причиной ссоры между русскими и белорусами. Этот памятник архитектуры чудом тогда удалось спасти. Да, местная власть очень много нам помогает, но наш приход маленький, но все приходы на Могиловщине, в Восточной Белоруссии, они такие, можно сказать, маленькие, 20-30-50 человек. Очень много туристов приезжает, очень интересуется. Я в Мстиславле в 8 лет тоже принимал туристов из Китая, из США, из Голландии, из России, из Польши, из Украины, из Великой Британии, но очень-очень много туристов приезжает. Храм хоть и на реставрации, но экскурсии здесь организуют. В пристройке 19 века проходит служба. Верующие поклоняются чудодейственной фреске «Святой Рог». Туристам предлагают увидеть Мстиславль из башни храма. Сначала поднимаемся по узкой винтовой лестнице. И вот она, замковая гора, центр древнего Мстиславля. В этом костеле, хоть он и на реставрации, организована выставка, как в этих башенных строениях, так и в подвальных помещениях. Наиболее выносливым туристам предлагают подняться вот по этой лестнице к самому своду. Любопытство берет верх, и нам открывается красота замковой горы с новой точки и завораживающей рельеф Мстиславля. А сейчас спускаемся в подвал Кармелитского костела. Все эти экспонаты из музеев. Словами не передать, насколько интересно в этом интерьере их рассматривать и изучать. Выставку ценностей приурочили специально к рыцарскому фесту. Только на два дня. Потом они снова вернутся в музеи, а самые древние экспонаты – в банковские хранилища. Во дворе Кармелитского костела растет единственный в районе граб. Дерево более ста лет. Рядом жилые дома, а когда-то были монастырские кельи. Но задача и местной власти, и жителей нашего города – не только любоваться этой красотой, но сохранить ее, сохранить для того, чтобы передать потомкам. Источником жизни старинного Мстиславля был кагальный колодец – единственное место, где брали воду. Кагальный, потому что строили всем кагалам. Сейчас источник облагородили, соорудили деревянную часовню, а в ней сруб колодца. На нем книга-молитвенник. Воду набирают не в часовне, а за ней. Рядом купель. В прошлом году родилась идея привести это место в порядок. Весной провели ряд субботников. Поработали наши депутаты и просто люди организации приняли участие в восстановлении этих объектов. Работы проводились без финансовой поддержки, на голом энтузиазме, скажем так. Собирали камни, копали землю, сели траву. Кагальный колодец находится внизу замковой горы. Сейчас эти объекты соединяет лестница в 104 ступеньки. Ее высота 60 метров. Инициатива постройки лестницы принадлежала местным депутатам. А как и создание на замковой горе музея под открытым небом. На первоначальном этапе у нас в планах это восстановить замковую гору. В том виде первозданном, насколько это будет возможно, когда она была в те времена. Вот первая стадия уже начата. Идет проектирование. Планируется восстановить все элементы укреплений. Церковь-донжон высотой 17 метров. Элементы усадьбы, а также элементы для проведения рыцарских турниров. Корчма, элементы, те, которые существовали в 12 веке. Вот эта центральная церковь-донжон высотой 17 метров, про которую я говорю, она использовалась как церковь, как жилище князя, выполнена из дерева рубленого. На сегодняшний день мы уже приступили к заготовке материала и к рубке сруба. На месте этой синей палатки тоже появится сруб. В этом роскопе представлено жилище 12 века, остатки которого были найдены профессором-археологом Игорем Морзалюком. Земляные стены, чтобы не обрушились, укрепили. Сейчас заказали фотообои. На них-то и будет изображение слоев земли, которые сейчас скрыты за этим деревянным укреплением в 4,5 метра высотой. Остатки древнего жилища, чтобы не разрушались, обработали воском и антисептиком. Методом народной стройки буквально за месяц построили и часовню в память основателя города Ростислава Мстиславича. Хотели установить памятник благоверному князю, но сумма в полтора миллиарда рублей неподъемна для местного бюджета. И снова выручили инициатива и энтузиазм. Кирпич использовали при демонтаже неиспользуемых строений, с которыми тоже по отдельной программе мы работаем. Были снесены некоторые здания. Использовался кирпич. Наши студенты колледжа заодно и попрактиковались под надзором мастеров. Сложили стены. Местные строители при помощи, как я говорил, неравнодушных граждан оштукатурили их, собрали крышу. И за счет пожертвований верующих закупили вот этот крест, который золоченый, там вот эти вот звездочки, которые там блестят. Ну, а остальное уже дело техники было. Храм в честь Тупичевской иконы Божией Матери, это бывшая Слободская церковь, тоже преобразился за последние годы. Внутрь попасть мы не смогли. Здесь готовились встретить иконы и частицы мощей святой Матроны Московской. Это событие специально приурочили к рыцарскому фесту, популярность которого с каждым годом растет. Если посмотреть фотографии, скажем, буквально двух-трех лет назад, то мы увидим совсем разные храмы в плане благоустройства, в плане красоты этого храма. Здесь отремонтирован, полностью ремонт произведен внутри храма. Замины купола, сделана, так сказать, небольшая капличка справа, когда входишь в храм, то есть ее практически не было. Она была когда-то, но была уже разрушена, поэтому остановлены на сегодняшний день. Нерукотворный образ Христа, целебный родник. Отовсюду съезжаются люди в пустынский мужской монастырь. Он основан в XIV веке. Здания устояли даже Великую Отечественную войну, но в 1960-е годы здесь решили проводить учения по гражданской обороне. Сейчас утраченное восстанавливают. Здесь не так много монахов, здесь примерно 5-6 человек проживает, и справиться с такой территорией, в общем-то, достаточно сложно, поэтому мы всегда им оказываем помощь. А оказываем помощь у нас особенно в этой части принимают отдел культуры, то есть они сюда приезжают на субботник, но более того мы, в общем-то, приглашаем всех желающих приехать. И самое удивительное, то, что больше всего желают приехать сюда и помочь здесь, вон, по уборке территории. Это дети, старшеклассники. Мы буквально подгоняем автобусы школьные, они с удовольствием едут сюда. Правда, здесь монахи их угощают чаем, печеньем. Ну, они, так сказать, помогают им перебраться с территорией. А вообще работы проводятся, согласно сатна программы культуры Беларуси, поэтому тот храм, который, в общем-то, следом за мной, это храм Покрова Божьей Матери, и он проводится работой по восстановлению, реставрации. Видно, что укрепляются окна, укрепляются конструкции. Поэтому я думаю, что работы эти будут проводиться и ускоряться. Здесь подземные ходы, легенд много. Здесь подземные ходы действительно на самом деле есть. Мы примерно знаем, где они расположены. В общем-то, поэтому в дальнейшем, если здесь будут проводиться подобные работы, я думаю, мы откроем подземные ходы, которые можно будет посетить, посмотреть, как это устроено, как это устроилось. Задумка и мысль, и планы наши, чтобы Мстиславль был городом-музеем, потому что действительно историческое место, действительно много достопримечательностей, действительно богатая история. Поэтому там совместная работа всех ветвей власти, плюс, конечно, тех наших специалистов, ученых, которые задействованы именно на работе по Мстиславлю. Это, в частности, и Морзалюк, Игорь Александрович, и иные ученые, которые мы приглашаем с Минска и с других городов. Это такой амбициозный, очень большой проект. И сказать, что мы его завтра сделаем городом-музеем, ну, наверное, это будет неправильно. Но то, что мы будем идти поэтапно и будем стремиться к этому, наверное, это правильно. А если, по сути, для того, чтобы действительно это был город-музей, наверное, это должна быть республиканская программа и должны быть задействованы не только областные, а и республиканские деньги. Пока мы работаем, ну, есть часть ресурсов, плюс энтузиазм, плюс пожертвования и так далее. О памятниках Мстиславля и Мстиславского района можно говорить долго и много. Но чтобы окунуться в ауру древности, сюда нужно просто приехать. Мстиславского района Мстиславского района Субтитры создавал DimaTorzok